Григорий Алексеевич Карпов встретил войну под Москвой. Ушёл на фронт в 19. Служил командиром артиллерийской противотанковой батареи. Сражался за Сталинград, освобождал Польшу и Украину. Говорит, перед боем сами собой вспоминались слова князя Александра Невского. Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет. С таким девизом каждый раз шёл в атаку. Победу праздновал в Берлине. Мне указывали, старший командир, вот этот дот надо подбить, вот эту огневую точку нужно обязательно заглушить. Вот так и воевал. Слава Богу, как говорится, четыре раза на фронте ранен. У меня была радиостанция и телефонная связь. По радиостанции солдат говорит, товарищ старший, я старший лейтенант был, товарищ старший лейтенант. Мир, война кончилась, то другое. Ну понятно, тут солдаты были, да. Кто прыгал, кто улыбался, а кто и плакал. Ветераны Великой Отечественной – главные виновники торжества. Тех, кто ценой жизни отстаивал право на мир и свободу, со сцены театра имени Луначарского благодарили потомки. С приветственным словом героям обратились представители городских властей и Черноморского флота. По поручению полновочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, героя России Белаянцева Олега Евгеньевича, примите искренние слова поздравления с нашим великим праздником, Днём Великой Победы. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не щадя жизни сражался за свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны, кто ковал Великую Победу в тылу. Мы в долгу перед поколением детей войны, испытавших все ужасы и неразбуды леколетия. Мы отдаем дань глубокого уважения и искренней благодарности вам, ветеранам Великой Отечественной войны, которые пережили и победили в самой кровопролитной войне, Великой Отечественной войне. Вы нам подарили жизнь, вы нам подарили свободу, и наша обязанность ваших детей, внуков, правнуков заботиться о вас. Поэтому очень важно сохранять ту историю, которую вы, дорогие ветераны, совершили в 1941-1945 годах. Очень важно на этой истории учиться. На поддержку структуры ветеранских организаций города правительство выделило более 7,5 миллионов рублей. По словам губернатора, в первую очередь ветеранов нужно обеспечивать комфортным жильем и оказывать качественное медицинское обслуживание. 325 ветеранов, являющиеся лежачими и маломобильными пациентами, осмотренными на дому всеми специалистами. 708 человек прошли стационарное лечение в различных медицинских учреждениях города. В 2015 году вошли в программу обеспечения жильем ветеранов. На сегодняшний момент, в прошлом году, за прошлый год мы обеспечили 45 человек, в этом году 34 квартиры. И дальше будем продолжать эту работу. Творческие коллективы подготовили праздничную программу. С песней «День Победы» выступил сводный детский хор Севастополя. Его создали по поручению губернатора, специально к 9 мая. 400 воспитанников музыкальных школ и дворцов культуры около двух недель разучивали неофициальный гимн праздника. «День Победы» Для меня эта песня означает то, что прожили люди на войне. Авторы этой песни пытались всем представить те суровые года, которые люди прожили на войне. Я хочу поблагодарить ветеранов за их подвиг, за их мужество и за их отвагу. И для меня честь выступать на этом концерте. В подарок от правительства Севастополя ветераны Великой Отечественной получили благодарственные письма и сувенирные часы. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.